Ребята, посмотрите, какая красота! Слышно нас? Нет? Всем привет! Мы хотим купить билеты на поезд. Мы подумали, что лучше с Элькой ехать на поезде. Вот приехали покупать билеты. Мы пойдем в сам вокзал. Вот здесь ловушка! Здесь очень много фонтанов. Вообще классно. Просто супер. А помнишь ты, когда маленькая была, вон там метеор был? Мы катались на метеоре. Но это катер. Не помнишь? Пойдем посмотрим. Ксюша не соглашается. Ксюша хочет за билетами. Ладно, пойдем. Ксюша, видите, тарахтит. Уже купили билеты. Такая счастливая стоит. С кем ты общаешься? Угадай. Лиза! Лиз, ты к нам-то поедешь в гости? Конечно. Мы уже пришли в кафе, решили с Ксюшей перекусить. Потому что мы целый час провели в кассе ЖД. Ребята, у нас куплены билеты. Да, даже больше мы провели, потому что там что-то кассир запутался, что-то не так сделали. Представляете, они нам продали билет на то купе, где невозможно с животными проехать. Представляете? Типа обратно. Туда пустели, а обратно уже нет. Да, откупили ребята в купе, у нас там будет кондиционер. Что там будет? Даже еда. Нас даже кормить будут свинины, там говядина. Да, там уже будет вентилятор, туалет. Там не будет не вентилятор, это кондиционер. Еще музыка там есть. А туалет будет там? Да. И музыка, но скорее всего это не музыка, а радио. Еда. Да. Так что... Туда мы поедем в четверо, то есть это Ксюша, папа, мама, Эля. В четверо. А назад мы едем в пятером в одном купе. Будет ехать Лиза, Эля, Ксюша, мама, папа. Мне кажется, даже круче, чем на самолете. Конечно, на самолете быстро, 4 часа и там, но лучше мы потратим двое с половиной суток и будем у бабушек на месте. Как тебе такая идея? Рум-тур по моему купе или в моем купе, типа где я еду. То есть ты же возьмешь косметоз, ты возьмешь какие-то свои прибамбасы. Там ноутбук, макбук, там что там у тебя будет. Там айпад, то есть ты же все разложишь, расставишь, там кровати будут заправлены. Что там у тебя на столе, интересно же. А сейчас мы везем Ксюшу на педикюр к Лере. Точнее Макс везет. Макс, ты не хочешь педикюр сделать? И с нами еще личный охранник справа. Ренат Зава. Он хочет маникюр сделать. Макс, ты хочешь педикюрчик, нет? Да не, я таким не увлекаюсь. Мы тебе можем нарастить на ногах. Нет, мне достаточно роли водителя и все. Лера, мы опять у тебя. Каждый день к тебе ходим. Я как соскучилась. Вы оцените мой новый факт. Ух ты. Зато вы посмотрите. Класс. Ребята заценят, лайки точно наставят для Леры. А Ксюша пришла на педикюр. Но она не хочет снимать видос. Мы сейчас ее уговорим. Давай хотя бы покажем, какие цвета она будет выбирать. А цвета она хочет цветные ногти, как я поняла. Смотрите, какое суперское кресло. Так оно еще, прикиньте, на электромоторе. То есть я вот здесь кнопку ногой прям нажимаю, а оно тихонечко, тихонечко, тихонечко едет вверх. Вверх, вверх, вверх. И на один метр отрывается от земли для того, чтобы мне было удобно. Ксюша начинает выбирать цвета. А вот, готова. А я начинаю выбирать Ксюшу. А я знаю, для чего Ксюша ногти делает на ногах. Кто будет челлендж 24 часа на каблуках снимать? Ксюш, ты хотя бы покажи, ну какие ты хочешь. Так, давайте, ребята, посмотрим. Вот эти ногти выбирает Ксюша на ногах. Какие эти? Разноцветные. Вот. Как тебе? Прикольно. Покажешь нам потом в конце видео, что получилось? Все, мы выключаем камеру. Ребята, уже где-то прошел час. Девочки наши все занимаются красотой. Ксюша смотрит тикток. Лера работает. А я хожу, бражу, делать-то нечего. В историю вам бы снимала. Всякие интересные моментики. Одела Ксюшин плед, потому что что-то как-то прохладно стало. Я приехала в таком опять платьишке легеньком. Хотя у нас на улице и хорошая погодка, но все равно. Как-то, знаете, к вечеру очень свежо становится. У нас уже около девяти вечера. Ксюша убралась, так теперь не найти цвета. Ксюш, ты как там убралась? Все хорошо, составленный. Слишком аккуратно. Слишком хорошо убралась. Слишком хорошо убралась, у меня теперь вообще ничего не дайте. А ребята видели, как Ксюша убиралась? Мы видос тоже выложили. Девочки наконец-то доделали уже одну ножку. Я, наверное, тоже приду к Лере за красотой. И мы с Ксюхой в отпуск пойдем прям красотки. Тайский массаж. Не не тайский, а лерский. Это еще тайспа-салон. Это-то да. Если у клиента как-то все хватит, она сейчас уснула. Сегодня Ксюша так классно шоппер свой залила. У нее чай тут пролился, который я ей давала с собой в школу. Лера, она сегодня в разных носках пришла, белый и черный. На пол без носочков не наступает. Ну вот, ребята, наш педикюр закончился. А Ксюше не хотелось снимать даже такой видос. Но я думаю, классный получится. Ребята, ставьте лайки, потому что Ксюша не всегда любит снимать такие видосы. Какой же классный, как и педикюр. Белые и черные носки. Видите, ребята? Это вообще... Отошел, короче, большой ноготь. Совсем чуть-чуть. Но мы думаем, что за 10 дней у нее он может просто отойти, и ей не хватит. Так вообще-таки ногти красивые. А, вот, все видно, да. Ксюша сказала смотреть быстрее, там что-то творится. Уже поздно. Что там было, Ксения? Расскажи нам, пожалуйста. Ноготь свалился полностью. Полностью? Так, интересно. Эффект надлетел, но он уже ничего не вернул, мама. Ну, ничего страшного, он сейчас будет новенький. Ксюша уже яблоко приминает, потому что сегодня целый день бегаем. Я пить хочу. Лера, у тебя есть водичка? Да, иди на леви. Ксюша, бери мою сумочку. Лерочка, спасибо тебе огромное. Мы желаем тебе хорошо отдохнуть, ребята. Мы тебя сильно любим. Летом мы к тебе будем ходить или каждую неделю, или раз в 10 дней. Ксюша столько дизайнов приготовила. Ура! Ура! На этом, ребята, мы идем дальше домой. Да. Пойдем скорее, таксист приехал уже. Семья, человек, хорошего вечера вам. Ребята, мы уже дома. Посмотрите, кто тут бегает с косточкой. Элька нас ждала. Эля. Девочка наша маленькая. Все, купе выкупили, Эля. Вообще, Эля, для тебя целое купе, понимаешь? И туда, и обратно. Эля будет как принцесса. У нее будет своя личная кровать. Ксюша, ну давай, показывай свой чемодан. Давай. Совсем новенький, ребята, в упаковочке. Ну и заодно покажем шторочки наши. Мы покупали клыки. Помните, ребята, влог был? Мы с Максом закупались. Ксюшенька, аккуратно, Элька. Не жми сильно. Моя любимая. Девочка маленькая. Ну, Аша, мы зажулькаем тебя в поезде. Будешь у нас принцесса сладкая. Представляешь, Эля, если будет какая-то собачка-то в поезде, а, будете играть. Ребят, если вам нравятся такие видео, короче, ставьте лайки. Я запнулась еще об чемодан. Очень большой чемоданище. Такое ощущение, что Ксюшин чемодан больше, чем наш. Причем, знаете, ребята, мы хотели купить чуть поменьше чемодан, но когда разложили его, так примерно прикинули, что если Ксюша наберет... У меня столько вещей, что там просто не хватит. Нет, если Ксюша наберет много барахла, некуда будет просто класть. Ну, давай, Ксенечка, показывай. Будешь кататься. Будешь пугаться, да, Эля? Эля не любит такие вещи. Эля и чемодан. Ксю, ну, аккуратно. Ксюша. Ну, ладно, давайте посмотрим, как Эля катается, убегает от чемодана. Все, все, Эля забили в угол. Там есть инструкция, чтобы вот, смотри, вот здесь нужно будет код настроить. Цифры какие, ты знаешь, наши любимые. Помнишь, как вот эти штучки убирать? Положить, наверное, его надо, вот, да. Положи, раскрою его, посмотрим его по ширине. Цвет у него просто коридорческий. Это специальные резинки, чтобы удерживать вещи. Классно, два отделения. Два еще здесь. И вот здесь еще есть. Мы купили малиновый, потому что никаких цветов больше не было. И посчитали, что голубому цвету, Ксюша, я не могу вытащить, открой, подойдет такой ярко-малиновый чехол. Я называю, знаете, как вот это вот? Трусишки. Потому что вот здесь вот, когда ты одеваешься, чемодан смотрится, как трусишки. Как в воде новое. Так что вот, вот такой чемоданчик, пластмассовый, мягкий. Ну и такая вот фирма. Какой-то самсанит, или как он называется? Ну да, как-то так. Как-то так, да. Наш влог подходит к концу. Ксюня, скажи, сколько время? У Ксюши сел телефон. Сели часы. Но мой телефон живой. 22.32. Прикинь, уже, считай, около 11 часов вечера. До новых встреч, девочки! Ти сладкая, сладкая. Ребята, мы в пользу столько влогов наснимаем. Мы будем прям Элю одну показывать. Нужно ее подстричь к выезду, чтобы она красивая. Можно и сейчас, а можно и к выезду. Ну давайте уже до выезда дотянем. Прям покороче сделаем ее, да? Смотри. Эля, у нас будет готовиться к отпуску скоро Элька. Прививки же я ей поставила. Осталось только нам подстричься, помыться. Ногти подстричь. Зубы почистить, ушки почистить. Козюля маленькая. Козюля маленькая. Девчонка сладкая такая. Эля. Эля, девочка. Ругайся на маму. Что она тебе чесала, да? Что это на маму ругаться? Ругайся. Скажи, мама, дай мне вкусняшку. Мама, дай мне вкусняшку. Ругайся, Эля. Ругайся на нее. Ругайся. Ой, ну что же, мама, скажи, у меня самая любимая, самая хорошая мама. Ругайся на нее. Самая хорошая мама. Ругайся. Не ругайся, Эля. Чихай лучше. Чихай лучше. Вот это у нас, смотрите. Эля, дай. Все, Эля убегает. И на пальто Ксюшина, которое после химчистки. Не, на Ксюшину не сильнее ругаться будет. Она тебя тяпнет. Тяпнет. Весь диван измажила. Так, все, пока, наигрались уже. Все, пока, машите пока. Пока, пока, Эля, пока. Все, 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 все.